Время новостей на телеканале ЛАБА в студии Людмила Никонова. Здравствуйте в этом выпуске. Осторожно, змеи! Житель Лабинска с многочисленными укусами попал в реанимацию. 90-летний юбилей. Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Минович Якушев принимает поздравления. Депутаты Совета городского поселения приняли участие в экологической акции «Зеленая Россия». Лабинцы шокированы новостью о том, что 30-летнего жителя города искусали змей. Состояние его настолько серьезное, что пациент госпитализирован в краевую реанимацию. Случилось это еще на прошлой неделе возле водоема рядом с молочно-товарной фермой. В народе это место называют Индией. Почему змеи атаковали человека? Насколько опасно заниматься рыбалкой? Об этом в нашем сюжете. Мы не увидели ни одного рыбака возле этого водоема. Возможно, они теперь опасаются здесь ловить рыбу или потому, что началась рабочая неделя. Где-то здесь и произошел несчастный случай с 30-летним жителем Лабинска. После атаки змеи на его теле насчитали более 30 укусов. Сейчас пострадавший находится в реанимации краевой больницы. Накануне вечером в группе Лабинскпрома появились первые крики о помощи и сбору средств. У пострадавшего много друзей, которые взволнованы его состоянием. Где вода, там и змеи. Это знает любой рыбак. Что точно произошло в тот день, почему они набросились на человека, опытные рыбаки знают, что трогать змеи опасно. В основном мужики. Ну, есть змеи. Рыбка. Ну, ее не тронешь, она тебя не укусит. Это значит, трогал ее, что покусали. Вот сам видал, вылазила на берег. Ну, не сейчас, летом. Так палкой раз, и она в воду ушла. Именно ядовитая гадюка, да? Да. Здоровая такая была. Недалеко от водоема находится небольшое фермерское поселение. Местные говорят, что в этом году змей было особенно много. Связывают это с тем, что год високосный. И встречаются они как раз на поляне за железной дорогой. Железка есть. Есть, есть там. Гадюки есть. И много? Мы ж не считали, миленькая. Лазит. Сейчас змей готовится к спячке, и встретить их довольно сложно. Но все же следует быть осторожными на природе. Хотя уже и гадюки населятся и на приусадебных участках. Мы поинтересовались у работников здравоохранения. Часто ли обращаются в Лобинскую больницу пострадавшие с укусами змей. В этом году случаев обращений не было. За исключением одного случая на днях обратился молодой человек с подозрением на укус змей. Была оказана вся помощь в необходимом объеме. И молодой человек по согласованию с кровными специалистами был переведен на лечение в Краснодаре, где находится по сей день. ЦРБ готова оказать помощь в полном объеме. Есть все необходимые медикаменты, сыворотки и прочие медикаменты, которые мы используем для лечения подобных пациентов. Поэтому лобинщане могут не волноваться. Если, не дай бог, такая ситуация случится, то помощь будет оказана в полном объеме. Если произошел укус змей, необходимо как можно быстрее наложить жгут на конечность, затем обложить место укусы холодом и попытаться как-то максимально, насколько это возможно, в бытовых условиях удалить яд из раны. И, естественно, немедленно вызывать скорую помощь и обращаться в больницу за помощью. Депутаты Совета Лобинского городского поселения приняли участие в экологической акции «Зеленая Россия». Они провели комплекс уходных работ на аллее, которую заложили в прошлом году возле памятника Первой конной армии. Наталья Литвиненко подробнее. Вооружившись садовым инвентарем, они вышли на субботник. Депутаты городского совета решили навести порядок в аллее, которую год назад возле памятника Первой конной армии создали своими силами. На этом месте они высадили несколько десятков саженцев клена. Через несколько лет молодые деревья станут продолжением сквера, расположенного рядом. Продолжая добрую традицию, которую делали наши родители, вот посадили прекрасный сквер в районе поселка Сахарного завода в 61-м году. Депутаты городского лобинского поселения высадили аллею. Думаем, что через много лет наши внуки будут также ухаживать за этим сквером. Главная цель акции «Зелёная Россия» – это улучшение экологического состояния населённых пунктов. Настолько это приятно и найти полчаса или час времени. Я считаю, что это долг каждого. Тем более сейчас идёт акция «Зелёная Россия», экологический подход. И это нужно не просто возрождать, а всем детям, потомкам внушать, что всё это нужно делать. Вот мы сегодня аккуратно обрезали деревья, побелели их. Видим, что несколько не принялось. Мы приняли решение, что мы их дозакажем сейчас, вот сезон подойдёт, посадим. И, соответственно, чтобы была полноценная аллея. А так приятно видеть, как они растут, развиваются. Но насчёт времени, от часа времени никто не пострадает. Всегда можно найти и нужно найти. В первую очередь депутаты расчистили территорию аллеи от сухой травы и листьев. Затем провели обрезку молодых клёнов и побелили деревца. Некоторые депутаты на субботник пришли с детьми. Шестилетний Рома помогал взрослым собирать скошенную траву. Решили уже по сложившейся традиции приехать сюда, на аллею, и помочь именно в благоустройстве этой аллеи убрать покошенную траву, побелить деревья. Мы пытаемся своим примером показать, что город должен быть у нас чистым, уютным, здоровым. Это наше будущее. И хотелось бы очень, чтобы жители нашего города и района поддерживали нас в этом отношении. Народные избранники призывают всех неравнодушных к проблемам загрязнения окружающей среды принимать активное участие в мероприятиях по наведению санитарного порядка. Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Минович Якушев отметил 90-летний юбилей. С днем рождения и с юбилеем его поздравили сотрудники Лобинского военного комиссариата. Подробности в нашем сюжете. 19 сентября для Якушевых день особой. 90 лет исполнилось самому взрослому члену семьи Виктору Миновичу, ветерану войны, участнику боев с Японией. Юбиляру за его долгую жизнь пришлось пережить многое, как и другим советским людям в военной эпохе. Лишение, голод, смерть близких. Родился я в Томской области, в семье, 12-м ребенком у матери. 12-м ребенком. Ну там мы жили, потом переехали в Кемеровскую область, станции Анжиров-Схужинск. Там прожили, ну окончил я 4 класса, было мне 14 лет и началась война. Отечественные. Вот братья сразу ушли на фронт, у меня два брата. Вот один вернулся, 4 года воевал, а второй под Варшавой погиб. Пропал без вести. Но мне пришлось, тогда государство перевело полностью на карточную систему, и нам с 14 лет и старше карточки не давали, сказали идите работать. И мы пошли на завод работать. Я работал в вагонремонтном заводе, ремонтировал тормоза и так далее. Вот, три года, до 17 лет. В школу я пошел, пятый класс. А меня судили за это. Говорят, ушел с работы, военизированная была эта вся железная дорога. Вот, и больше не пришлось учиться. Но исполнилось 17 лет, добровольно пошел я в военкомат, был ростом метр пятьдесят шесть, а надо было метр пятьдесят восемь. И не хотели призывать, я подложил там газеты и так далее. Короче говоря, в 17-летнем возрасте призвали меня в армию. И с тех пор вот я служил, значит, всего 32 года в армии прослужил я. Виктор Минович и сегодня помнит подробно военные годы. Семь лет срочной службы. В мае 1945 года отправился на восток освобождать Китай от японских захватчиков. Штурмовали мы ДОТ и такой вообще август месяц, жара. Невозможно было, очень тяжелое было. По пятьдесят, по шестьдесят километров в сутки с выколоткой воевали. Вот так пришлось в таком возрасте участвовать, значит, командиром отделения участвовал я там. Поздравить 90-летним юбилеем Виктора Миновича Якушева приехали представители военкомата. Букеты цветов и подарки в знак уважения и благодарности за победу над фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Хочу, чтобы, как вы пришли в первый день в военкомат и до сих пор продолжаете военно-патриотическую работу с молодежью, активно в общественности участвуйте. Такого же влияния, желания и в здоровье крепкого, чтобы ваши 90 лет, ну это промежуточный был участок. Вот давайте, достайтесь. Более 30 лет фронтовик отдал службе в армии. Имеет множество наград. С гостями, приехавшими на юбилей, ветеран поделился своими воспоминаниями. Свою биографию он рассказал в стихах собственного сочинения. До Волги мы с боями отступали. Сдавали города с потерями людей. Но тыл работал днями и ночами. Вот я работал как раз 14-летним мальчишкой там. С конвейера шли шланги прямо в бой. И мы, мальчишки, проводив их до моста, бежали в цех, не заходя домой. Станки ребятам были не по росту. На ящиках, всю смену отстояв, валились спать. Порою почту глазами еле прочитав. Кровавые мозоли на руках не заживали, как ни старайся. А обмороженные пальцы на ногах спасала мамка водкою со смальцем. При фронтовые города темнели. Передний край был близок иногда. И мы, мальчишки, на крышах по ночам сидели, следя за самолетами врага. Писать стихи Виктор Минович начал в молодости. В основном они посвящены военной эпохе. В свои 90-е ветеран принимает участие в общественной жизни города. Его часто приглашают на встречу с молодым поколением. Чему учу? Во-первых, любви к родине. Это прежде всего, любви к родине. Потому что мы, когда наш возраст, когда война началась, вся молодежь рвали все на фронт. Защитить государство, защитить свою родину. Сейчас мало этого патриотизма, но мы стараемся своим примером. Водушевить нашу молодежь в любви к родине. В любви к родине прежде всего и защите ее государства. Наталья Твиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба». О погоде вы узнаете сразу после рекламы от Ирины Бирюковой. А этот выпуск новостей подошел к концу. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова